Послание главы Чувашии, которое было озвучено в Государственном совете вчера, остается самым комментируемым событием. Мы узнали, какое впечатление оно произвело на тех, кто слушал его в зале. Ну, по сути, мне понравилось все. Вот само выступление нашего главы республики, это замечательное выступление. По сути, освещены вот все вопросы, которые затрагиваются в нашей жизни. Это вопросы экономики, развития промышленности, агропромышленного комплекса, вопросы здравоохранения. Энергично на вопросы отвечал Михаил Васильевич, четко и по делу. Ну, республика живет, продолжает жить, но ведь не только власть должна работать, и мы сами тоже, вот у себя на местах, мы должны иметь, как сказать, новый образ мышления, ведь другое время, мы в ВТО уже, другое время наступило, нам нужно правильно профессионально работать, мы об этом должны знать. Не нужно только смотреть на власть, нужно самим работать. Смысл послания, нацеленный на развитие республики, на большое внимание в нем уделено именно проблемам детства, проблемам системы образования, и порадовало то, что многие целевые программы и комплексные модернизации системы образования будут продолжены. Вот впечатлило то, что глава республики хорошо осведомлен о проблемах школы, о проблемах профессионального образования. Данное послание, которое было представлено главного Чувашеской республики, Михаил Васильевичем Игнатьевым, оно основано на компетенциях. Послание – это всегда компетенция, то, чем обладает на самом деле республика. Есть четкая, одна объективная оценка, с которой, собственно говоря, все согласились, все и так согласились, проголосовав за практически, да, единогласный средиэтиленческий корпус, вот, за и итоги, и за то, что предстоит им сделать в наступившем году. Это рейтинговое агентство оценки республики Модис и Фитч. Еще раз скажу, это дорогого стоит, это очень объективная оценка, которой нужно дорожить, потому что прогноз стабильный – это вещь заслуженная на самом деле, и доказывает и показывает только то, что объективно республика за короткие сроки имеет все время положительные результаты. Мне, конечно же, были очень интересные подходы, решения всех вопросов по развитию, поддержке образования, культуры, науки нашей Чувашской республики. Значит, радует то, что все указы президента, которые были связаны с повышением заработной платы в бюджетной сфере нашей Чувашской республики, реально решаются, и конкретные цифры названы. Очень интересно прослушала вопрос о решении проблем дошкольного образования, проекта по строительству дошкольных образовательных учреждений, обеспечения нужд нашего населения местами дошкольных образовательных учреждений. Я думаю, это приятно восприниматься всеми жителями Чувашской республики. И, кроме того, конечно же, по вопросам образования особо прозвучал сегодня вопрос подготовки инженерных кадров.